На озере Коробек, что в центре села Бесколь, произошел замор рыбы. Местные жители забили тревогу несколько дней назад, когда на берег водоема вынесло сотни карасей. Тушки рыб и пробы воды специалисты уже отобрали для анализа. Он должен показать реальную картину случившегося. Подробности у Жанель Бесенбаевой. Посмотрите, что творится на озере Коробек. Берега усеяны, просто усеяны. Духлой рыбой. Запах стоит просто ужасный. Такую картину можно было наблюдать со всех берегов небольшого озера Коробек. Тушки у мертвой рыбы пять дней назад появились здесь повсюду. В числе первых, кто заметил массовую гибель, Асим Гульжин Испаева. Живет она вместе с мужем и тремя детьми возле водоема. Раньше вид из окна радовал и часто гуляли по берегу, рассказывает женщина. Сейчас же озеро окутал запах гнилой рыбы. Озеро начало зеленеть. В день, когда был дождь, гром, молния. В тот день после этого дня на утро всплыла рыба. Сначала немного по краю, по берегу, потом ее стало больше и больше. Была ужасная вонь, мухи появились. И налетели чайки. Замора в этом озере никогда не было, рассказывают местные жители. Дождавшись рабочую группу, они помогали сгребать туши краблями и загружать их в мешки. Специалисты в свою очередь взяли пробы воды и рыб. Результаты будут готовы через пять рабочих дней. Предварительные причины сказать не могу. После получения результатов анализа. Рассказывали местные жители, что этот водоем пересыхал в свое время и рыбы там не было. Сейчас размножилось, вода пришла до этого. Сильная экосистема не пострадает, если там рыбы-то вообще не было. За несколько дней здесь утилизировали свыше 400 килограммов мертвых карасей. Рыбы продолжают выносить на берег. Жанель Бесимбаева, Михаил Казначеев. Новости МТРК.